Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады вновь приветствовать вас на страницах тележурнала Кузбасский Ковчег. Коллектив нашей программы поздравляет вас с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Владыка Аристарха светил церковь в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы в деревне Можуха Кемеровского района. В Березовском прошел четвертый слет православных семей. В рубрике «Музей» искусствовед Людмила Оленич познакомит нас с иконой Рождества Пресвятой Богородицы. С каждым годом православных храмов в Кузбассе становится все больше. Это не может не радовать жителей отдаленных от центра населенных пунктов. Совсем недавно свой храм появился и у верующих в деревне Можуха Кемеровского района. В последний месяц ушедшего лета митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх совершил чин малого освящения храма в честь Успения Божьей Матери. Не спасли Пресвятаго Твоего Духа и освяти храм сей, и утверди его до скончания века, цел и непоколебим. Что сейчас тенденция такая, открытие храмов идет во всех районах города и деревня. Это очень важное дело для поднятия духа православного. В нашем регионе особенно, потому что здесь очень много разрушено было. Вера поколеблена. Это настолько чувствуется, потому что истоки России, христианской России, шли с деревни, с глубинки. Строительство храма началось более пяти лет назад. Все это время образовывался церковный приход, состоящий из местных жителей и приезжих городских дачников. Силами верующих буквально по кирпичикам складывалось основание Божьего храма. Имена тех, чьими силами возведена церковь, увековечены на стенах святого места. Кирпичи с написанными на них именами при отделке здания решили не закрывать, чтобы каждый, внесший свой посильный вклад, смог отыскать свое имя на стене родного храма. Ну, конечно, храм нужен обязательно. И люди ждали этот храм. Видите, сколько народу пришло? Много. Вот даже из города много приехало народу. И все ждали храм. И нужен он храм обязательно. Будем работать. А вот когда кирпичики расписывали, ребятишки приходили помогать кирпичики писать. В день Успения Божьей Матери человечество не потеряло Богородицу, а наоборот. Обрело в ее лице великую заступницу и молитвенницу за нас пред Господом. Именно поэтому в честь Небесной Владычицы возводятся все новые и новые храмы. И все больше людей возносят к ней свои молитвы. Слёт православных семей, который проводится в городе Березовске каждое лето, начиная с 2011 года, в 2014-м был еще масштабнее и интереснее всех предыдущих. На этот раз количество участников дошло до цифры 130. В этом году организаторам удалось даже устроить для ребят увлекательный сплав по реке, протекающий по территории летнего лагеря «Ласточка», на базе которого традиционно происходят события. Уникальность православного семейного слёта – в первую очередь необычной форме организации детского отдыха. Ребята в возрасте от 3 до 18 несколько летних дней проводят на природе, в неформальном общении друг с другом, не расставаясь при этом со своими близкими. Отряд в лагере строится из 9-10 детей разного возраста. В роли вожатых в них выступают ребята постарше – воспитателями, родителей и бабушки. Дети приезжают со своими семьями полностью. Получается, что и общение, близкое сближение, и мероприятия, направленные на сближение семьи, христианства. Ну, конечно, большая благодарность властям города Берёзовского за то, что они устраивают это мероприятие. Потому что я больше нигде не видела и не слышала о таких мероприятиях, где бы могли с семьями общаться в православии, отдыхать и в то же время набираться каких-то полезных вещей для себя. Ну и польза неоценимая, конечно, именно для семьи. Каждый год в семейном лагере поднимается какая-либо актуальная тема. Так в прошлом, в 2013-м, говорили о душе, совести, сострадании. В этом году смена называется «Тропой у предков», и все праздники и конкурсы посвящены родной истории. Мы, прежде всего, уходим в глубокую старину. Князь Владимир, князь Митридонской. И учимся понимать, вообще, на каких исторических духовных корнях стоит наш народ. Сегодня у нас будут деревенские посиделки, как это было в старину. Потом у нас будет бал, ситцевый бал. То есть все события, они каким-то образом связаны с историческим контекстом. И самое главное, дети увлекаются. То есть мы их увлекаем этим. Мы обращаемся не только к истории, мы обращаемся к культуре в целом. То есть у нас фольклорные, обрядовые моменты, сказки, легенды, летописи. Это все как бы оживает здесь в лагере, становится частью программы. Дело в том, что вообще такой летний отдых для детей, который наполняет не только здоровьем физическим, а еще здоровьем духовным и душевным, это очень полезно детям. Они приобретают очень много. Они лучше начинают учиться в школе, потому что они узнали уже такой культурный плац, который они бы в жизни никогда не увидели, не узнали. Потому что умирает народная песня, а здесь мы это возрождаем. Плохо знают сказки, больше знают мультфильмы, уже когда переделанные сказки. Мы здесь это все повторяем, мы здесь это все закрепляем. Они видят это полностью. Былинные богатыри, они тоже уже немножко из мультфильмов, они из Былин. А здесь Былина звучит с самого начала. То есть мы начали лагерь с того, что Былину Родниковую послушали. Здравствуйте, гостюшки дорогие! Принимаем вас с хлебом и солью. Как вас здоровьишко, не болейте. Детки, чтобы вас росли большими, а мужчины сильными с дедами. Чтобы вы, мамочки, у вас были здоровенькими, ласковыми, добрыми. Вот, скажи, кто укусит, скажи, столько, значит, и счастья получит. Ну-ка, кто будет кусать у нас? Угощайтесь всем! Ну-ка, батюшка, сколько сможет укусить у нас хлебушка? Да я могу угостить. Православный семейный слёт на пять дней собрал вместе семьи из Кемерово и Берёзовского, объединённые общими ценностями. Всё это люди православные. Все они считают важным создавать и укреплять семью, строить близкие и тёплые отношения друг с другом, расти детей спортивными, умелыми и добрыми. Отсюда и название лагеря – родник. Родник – это символически. Родник – это исток. Исток. Поэтому мы и песня у нас такая, в централе наша главная песня про родник. Чтобы любить родину, это значит припасть к роднику. И родник нас выведет. Это чистая, хрустальная, ключевая вода, которая необходима всегда человеку. Особенно тогда, когда он жаждет. А мы жаждем здесь. Жаждем учиться любить и быть вместе, уступать. Поэтому родник называемся. Да, то есть мы стараемся, чтобы они как можно меньше занимались собой и собственными гаджетами, так скажем. А как можно больше занимались друг другом, общались, играли с малышами, со старшими. То есть чтобы они постоянно были вовлечены в жизнь, а не только вот какие-то там компьютерные миры. Это все, конечно, не, конечно, не, но об этом помолчи, помолчи. Просто прожитое, прожитое, я не зря, но не в этом понимаешь весом. Существует баблою дожди, а где прям, видишь, что там стоит среди весом. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в Музее истории православия на земле Кузнецкой. И сегодня мы будем говорить о праздничной иконе Рождества Богородицы. И, конечно же, мы всех поздравляем с великим праздником, которым и начинается индикт, церковный год. И все 12 праздников, они у нас в перспективе, в перспективе наших разговоров о них и разговоров о русской иконе. Сейчас мы рады вам представить замечательную икону конца русского средневековья, 17 века, работа неизвестного, но замечательного мастера, праздничная икона, Рождество Богородицы. Ее написал, ну, можно так сказать, наивный художник, потому что он не очень владел всеми материалами, всеми технологиями, которыми обычно пользовались мастера. Но это написал удивительно импульсивный, бесконечно верующий человек. Конечно, здесь нет никакого нарушения канонов. Она замечательно отвечает всем иконографическим образцам. И в то же время в нее вложено столько самобытности, что как раз и это, может быть, пленяет не только знатоков иконописания, но и людей, возможно, впервые обращенных к этому сюжету. Как всегда, на иконе с Рождеством Богородицы мы видим несколько, по сути дела, симультанно, то есть одновременно представленных композиционных элементов, не отделенно друг от друга. Конечно, в центре иконы сама Святая Анна, родительница, уже престарелая родительница Богородицы Девы Марии, она сидит или полу лежит, точнее сказать, на высоком ложе, и эта ложа символизирует собою нетрудные, счастливые, неболезненные роды. Ну и вообще все в иконе символично. И это замечательно в ней, что символ, достаточно возвышенное указание на божественное, осмысливается художником как глубоко личный объект, как то, что его бесконечно интересует. В самом таком сокровенном, интимном человеческом плане. Вот это сочетание божественного и человеческого, вообще в этом сюжете Рождества Богородицы, удивительно в этой иконе, которую мы видим. Это очень радостный образ, и вы, конечно, можете видеть, что здесь преобладание красного цвета. Красный цвет – это символ жизни и в народном искусстве, и в христианском искусстве тоже. Причем этот красный цвет, передан в данном случае, очень яркой киноварью. Киноварь – очень дорогая краска. И можно удивляться, конечно, что у наивного художника, то есть художника, который не прошел, может быть, все этапы мастерства в своем обучении, столь роскошно эта киноварь представлена. И дальше уже другие, не менее важные по своему символическому значению цвета. Конечно, золотой фон иконы, он пленяет, он красивый, он тесненный. Золотой фон – это не просто для красоты, хотя эстетическое начало в иконе очень значимо, но еще и потому, что он везде, и в убранстве, в внешнем убранстве храма, и в изображении на иконе, он является символом божества, бесконечности божественных энергий. Но и вторит ему, конечно, белый цвет. Он тоже по символическим значениям приближен к красному и золотому цвету, именно золотому цвету. И здесь, конечно, белый цвет – это не только соединение божественных сил, божественных энергий, но и еще символ чистоты, чистоты всего происходящего. Явление в мир Богородицы предвещалось многими пророками. О ней пророчествуется уже в книге Бытия, в явлении Неополимой Купины перед Моисеем, и в Лествице Иаковой, и во многих других замечательных пророчествах, которые дошли до нас от разных времен. Но вот, наконец, настали времена, и Бог воплотился через Богородицу, поэтому ее еще называют Багреницей Христа, одеянием Христа, вместилищем Христа. Но сама она, кто она, Бог или человек? Этот вопрос тоже не случайен, потому что католическая церковь в середине XIX века считает, что Богородица пришла в этот мир от непорочного зачатия. Так что же тогда получается, она богиня? Православная церковь считает, что Богородица родилась естественным путем от своих престарелых и любимых родителей Анны и Акима, но от того, что она поселена была своими родителями в Иерусалимском храме с трех лет и до отрочества своего пребывала там, и потом пришла в этот мир, дав обет безбрачия, и выбрав себе очень трудный, необычайный для еврейской девушки или даже женщины того времени, первого века от Рождества Христова путь, это, конечно, никак не соединяется ни с чем типичным, что можно было бы, ну, так сказать, назвать естественным явлением. Русские богословы считают, что ее особенная чистота и возможность стать Матерью Иисуса Христа, она заключается в том мгновении, когда Дух Святой сошел на нее, и она стала действительно чище и лучше совершенней всех людей, не зная никаких грехов и не неся их в себе. Никаких. Но если обратиться опять к нашей иконе, то, конечно же, хочется сказать об интерпретации этого сюжета замечательным наивным художником, безымянным для нас. Он изображает все канонически устойчивые элементы композиции, как я уже сказала, но делает это все-таки по-своему. То, что с покровом изображена только Святая Анна и Богородица, как раз указывает нам на то, что мастер таким образом показывает нам их особую отмеченность, особое значение. Считается, что поначалу изображались только вот эти сцены. Сама Святая Анна, девушки, несущие дары, и повитухи. А уже позднее в иконе появляется еще самый, может быть, трогательный из всех моментов этого изображения – ласкание младенца. Когда под особой сенью, так всегда делают художники, не только наш мастер, изображаются сидящие и трогательно смотрящие на своего младенца Анна и Аким. Они как бы не верят своим глазам. И настолько все переполнено радостью, радостью явлений в мир их ребенка, того, что по молитвам своим, 50 лет ожидая рождения ребенка, и уже отчаявшись, они все-таки его имеют теперь. Радость от того, что их больше никто не будет упрекать за бесчадие, столь порицаемое в те времена, что они не дают продолжения Израилю. И, конечно же, чудо. Это чудо, что у таких престарелых родителей после явления ангелов и извещения об этом родилась эта маленькая девочка. С одной стороны, здесь есть непропорциональность фигур, которая как раз свойственна наивному искусству. А с другой стороны, так тщательно написаны лица, они спокойны, они средоточены, они самоуглублены и в то же время обращены ко всему миру, что это говорит о глубоком проникновении художника и в смыслы этого события, в том числе и мистические смыслы. И, собственно, еще и о том свидетельствует, что он мастерски смог эти смыслы передать. Несмотря на то, что здесь мы видим отсутствие Павлоки, так называемой, то есть особого способа укрепления грунта, мы видим, что и неказисты края этой иконы, и все-таки она являет нам вот это событие Рождества Богородицы, мистическое и возвышенное, в той его божественной роскоши, о которой, наверное, мечталось этому мастеру, если он хотел представить себе, как устроено совершенство жизни уже в раю, в вечности. Об иконе Рождества Богородицы, которая представлена в нашем музее, можно говорить очень долго. Восхищаться всеми моментами этого сюжета, обращаться к великим пророкам, конечно же, к тропарям и к андакам, которые в церковной службе посвящаются этому событию. Но на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу с этой удивительной праздничной иконой. Дорогие телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok